Играю на Часком. Мастер Фиде из России. И у нас Голанка. F5. Посмотрим, какой вариант Голанки предложит соперник. Скорее всего, это Голанка Ленинград с последующим D6. Ленинградский вариант. Ну и буду где-то проводить я B4, скорее всего. Конь C3 и в дальнейшем B4. Так, соперник сразу играет конь А6. Немножко нетипичная такая расстановка. Ну и здесь хотелось бы сразу зарядить D5 на самом деле. Но, наверное, воздержусь пока А3, чтобы конь не лез. Так, а вот теперь уже B4. И слона поставлена на B2. Чтобы был противовес его слону G7. Так, Ферзь Е8. Тоже логичный ход. Хочет провести Е5. Слон B2 играю. Ну и на Е5, наверное, ДЕ. И Е4. Стандартный ход. Чтобы не дать разгуляться его чернопольному слону. Ф4. Попытки создать атаку на моего короля. Есть ход Ферзь Б3. Но, наверное, под слон Е6 в будущем могу попасть. Не самая приятная для меня расстановка будет. Поэтому встану не под связку, а пока что на Е2. Так, соперник бьет сразу. Здесь вопрос, чем взять. С одной стороны хочется пешкой H. Чтобы не создавать изолятор и поле Е3 не давать. Но с другой стороны получу слон G4. Что, наверное, еще более неприятно. Поэтому возьму FG. И на слон G4 просто H3 прогоню его. На слон Е6 конь G5 уже вылазит. Так, ну, наверное, гнать просто обязан его. И конь переходит на H6. Не знаю, насколько это поле лучше для черного коня. Но соперник избрал именно этот вариант. А я играю C5. То есть на ограничение подвижности коня H6. И попытаюсь где-то Ферзь, может быть, на C4 вывести. Пока подвел ладью. Ну, кстати, неприятно. Здесь уже слон вышел. Расставляется соперник достаточно грамотно. А я, в свою очередь, попытаюсь перевести коня на C4. Если уж Ферзь мне не дал туда поставить. То буду как-то по-другому с этим всем бороться. Король H2, профилактика такая небольшая. Да, и сейчас тоже не дает мне соперник на D6 залезть. Ну, давайте попробуем ладья F3. Хочу где-то ладью в будущем перевести. Или же вообще вот эту увести на F1. Сразу соперник на это дело реагирует. Еще один размен происходит. Ну и выводы какие тут можно сделать? Наверное, такие, что у меня просто намного меньше времени. Катастрофически меньше. Просто больше, чем в минуту разница. Соперник очень быстрый. Но он идет в Эншпиль. В Эншпиле без фигур я уже, может быть, успею что-то сделать. Может быть, залезу слоном на C8. Или даже конь опять сыграю. Может быть, этот ход еще интереснее будет. Стал задумываться. Чуть-чуть отыгрываю время. Кажется, что такое время не отыграть. Но на самом деле все возможно. То есть соперник, когда у него больше времени, он о своем особо не думает. И поэтому может очень много его расходовать. А я, наоборот, контролирую здесь каждую секунду. Поэтому стараюсь играть максимально быстро. Но насколько точно это получается, это уже другой вопрос. Конечно, как-то глубоко варианты здесь посчитать уже не успеваю. Поэтому делаю такие вот короткие ходы, что называется. Немножко прижал на ферзевом фланге его. Ну, объективно, эта позиция не должна быть проиграна, я думаю. Все-таки поле D5 теперь мое. Я, может быть, сейчас переведу ту вакане. И он теперь будет неплохой. Или даже на F5 с идеей конь G7. С идеей C6. Ход слон B4 был сделан. Так, здесь уже пролазил. Немножко. Кстати, как он будет пешку-то останавливать? Сейчас просто на король D7, король B7. Мне кажется, соперник рано начал играть на время. И дает мне возможность провести ферзя неожиданную. Так, ну теперь уже, как говорится, дело техники. Быстрые техники. Быстро нужно поставить мат. Пытаться Съесть побольше фигур у него. И сделать это быстро. Ну, король отрезан. Здесь я, наверное, успею просто даже подвести короля. И поставить мат. Да, удалось достаточно тяжелую партию выиграть. Соперник, мне кажется, главная его ошибка была в этой партии, что он просто начал играть на время. Потому что позиция была достаточно безобидная. У него просто почти полторы минуты лишних. И ему нужно было посидеть и придумать свой план. То есть создать какие-то мне ответные угрозы. То есть заставить меня считать варианты. Что я, в свою очередь, не успел бы просто сделать за такой короткий отрезок времени. Но он все подменивал, играл на время и дал мне просто активизировать короля какими-то короткими ходами. И просто в конце зевнул ход c7, после которого ферз проходил уже без каких-либо помех.